Добрый день, уважаемые дамы и господа! Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 1590M на нашем веб-сайте radio-nvc.com, ну и, конечно же, на нашем YouTube-канале. Наш эфир продолжает программы Ефима Ферштейна «Похищение Европы». Здравствуйте, Ефим! — Добрый день, доброе время суток. У нас в Праге вечер, причем поздний вечер. У вас, скорее всего, светит солнышко, я так предполагаю, в самый разгар дня. Когда наша программа посвящена в основном европейским событиям, на сегодня я бы просил Сергея, Сергей, я попросил бы вас подмогнуть мне, помочь мне какими-то своими вопросами, подсказками. Я сразу объясню, почему. Не потому, что я не знаю последних событий в Европе, а потому, что их крайне мало. И это поразительно. Уже не лето, уже не август, время летних отпусков и каникул. Уже как бы началась трудовая осень, но событий пока крайне мало. И это поражает. Последний раз я помню, здесь вы меня правильно поймите, разумеется, не по личному опыту помню, но по истории помню, что примерно такая вот летняя, ленивая ситуация была в Европе в самый канун Первой мировой войны. Когда в июле, в конце июля, что в Париже, что в Лиссабоне, что в Берлине, вот царила такая летняя лень. Лениво люди даже соображали, собственно, они даже не сгоняли мух со своего лица. Вот такая лень была, чтобы в один день смениться всеми ужасами Первой мировой войны. То есть такое затишье перед грозой. У меня такое впечатление, что это какое-то затишье перед грозой, перед бурей. А что я имею ввиду? Ну просто череда событий крайне бедна. Вот именно этими событиями крупными. Самые крупные события развиваются вокруг политики. Но сами понимаете, что европейская политика, она отчасти провинциальна, отчасти захолустна. По сравнению с тем, что происходит в Соединенных Штатах. К Соединенным Штатам мы перейдем во второй половине. В нашей передаче. Итак, что можно отметить? Ну приближаются выборы в Германии. Прошли уже выборы, скажем, в Норвегии. Где победили в очередной раз социалисты. И консервативное правительство ушло в отставку. Что это сулит? Норвегии, живущие за свой счет, не входящие в Евросоюз. Потому что у них достаточно источников своих собственных. Достаточно источников нефти, газа и прочего. Они не члены Евросоюза. Но что это им сулит? Насколько это Норвегия повернется в сторону социализма? Примерно такое же будущее ожидает парадоксально. Здесь я прошу вас свое внимание обратить на это дело. Германия. В Германии все это время было практически ясно, что победу на выборах, а они состоятся 26 сентября в этом месяце. Через пару дней, уже даже двух недель не пройдет. Все это время все исходили из того, что победят снова христианские демократы. То есть партия Ангелы Меркель. Но в последние недели произошел поворот. Я не скажу, что к лучшему или к худшему не стану опережать события. Но на первое место по опросам вышли социал-демократы. Сначала вышел их представитель, а в Германии надо сказать, что канцлера, то есть главу правительства, выставляет всегда победившая партия. Это партийный назначенец. Так вот, сначала повысилась популярность этого самого Олафа Шольца, партийного назначенца в канцлеры Германии. Его личная популярность обошла популярность христианского демократа и зеленых, кандидатки от партии зеленых. А потом и вся партия как бы подтянулась за ним. С чем это связано? В данном случае сказать крайне сложно. Потому что в Европе добра это решительным образом не сули. Что означает приход к власти снова социал-демократа и в частности занятие места канцлера социал-демократа. В данном случае министром финансов, как всякие министры финансов, Олаф Шольц, пользуется некой популярностью, потому что считается, что министр финансов раздает деньги нуждающимся. Вот какой парадокс. На самом деле, разумеется, это прежде всего дело правительства, а не министра. Ну вот, прошли в Германии серьезные наводнения. Каждый из претендентов, канцлеры каким-то образом провинился, запятнал себя. Ну, скажем, представитель христианских демократов в тот момент, когда он посещал затопленные деревни, населенные пункты Германии, он смотрел на часы и рассказывал друг другу веселые анекдоты из жизни. Вы сами знаете по своему опыту, по вашему ЗИЦ-председателю, что смотреть на часы не надо в таких демократических ситуациях. Но точно так же провинилась каким-то образом перед средствами массовой информации прежде всего. Ведь население это всего лишь потребитель той информации и того настроения, которое передает им медиа, средства массовой информации. Зеленая дама, представительница или кандидатка в канцлеры, тоже провинилась. У нее обнаружились какие-то финансовые неполадки. Она чего-то не представила в своей декларации, налоговой декларации и так далее. Оба они оказались сваренными. И вот в этой ситуации выскакивает третий, как черт из табакерки, и это социал-демократ. Почему я говорю, что это непредсказуемое совершенно развитие? Во-первых, потому что я вообще с подозрением отношусь к тем трендам, которые имеют вот такой нехарактерный и нерегулярный процесс. Понимаете, если партия зарекомендовала себя своими деяниями, своими успехами и достижениями, тут все понятно. А если партия выскакивает вдруг на основании каких-то случайных явлений? Ну, сегодня он оказался умнее или хитрее, или остроумнее своих противников. А завтра? О чем это говорит? Он же завтра может оказаться совершенно несостоятельным. Но это уже будет поздно, что называется. И вот социал-демократы, если я не приду к власти, у них ведь немного вариантов составления правительства, функционального действующего правительства. Германия. Страна, кстати, не самая маленькая в Европе современной. Итак, у него варианты. То ли взять в младшие партнеры христианских демократов, что для них грозит полной катастрофой. Ведь они же правили страной. Полтора десятилетия они правили страной. 16 лет была канцлером Ангела Меркель. Они определяли фактически настроение и соотношение сил в Европейском Союзе, в Европе. А отчасти и в мире. И вдруг они пойдут младшими партнерами. То есть, эта дорога в никуда для них. Другие варианты. Это взять в правительство зеленых. Но этого недостаточно. Судя по всем вопросам, этого было бы недостаточно. И пришлось бы взять в правительство партию левых. А партия левых это посткоммунистическая партия Германии. Понимаете, ситуация какая? А посткоммунистическая партия, хотя я переименовалась Ди Линкен. Но она все-таки посткоммунистическая. У нее все коммунистические идеи за пазухой. Плюс она ставит условия выход из НАТО. Вы сами понимаете, наверняка, слушатели дорогие, что выход из НАТО для Германии, вещь совершенно невозможная и для Европы. Трудно представимая при самой буйной фантазии. Потому что без Германии нет НАТО. Просто нет. Нужно поставить крест на этом. Итак, это будет, как говорится, так или иначе, правительство случайных решений, труднодостижимых договоренностей и компромиссов. Ну, а другого-то не светит при этом. Сейчас социал-демократы были младшим партнером. Вот они пережили это время. Но если они будут старшим партнером, а христианские демократы или левые, или зеленые окажутся младшим, то мне жалко будет такой Германии. Это ситуация вот в этой стране буквально дней за 12 до судьбоносных выборов. Такова ситуация здесь. Выборы пройдут примерно в то же время и в Чехии. Но там в начале октября, 9 октября, но там ситуация не, я бы сказал, не судьбоносная. Ну, почему? Ну, потому что страна и ее значения, разумеется, не идут ни в какое сравнение со значением Германии. В чем здесь особенность, которую важно осознать? Европа, несмотря на... Я вроде бы противоречу себе, ведь только что я сказал, что в Норвегии пришли к власти левые. Но нет. Это видимость. На самом-то деле Европа не движется в левом направлении. Германская политическая сцена почему-то вот сейчас задвигалась туда, в этом направлении. Но соседняя Франция выказывает совершенно другие параметры. Во Франции, скорее всего, где президентские выборы, скажу прямо, еще не завтра, а через полгода, весной следующего года, тем не менее, это судьбоносные выборы. Потому что там нынешнему президенту Макрона угрозит поражение от соперников. А каковы соперники? Это прежде всего Марин Ле Пен. Это национальный альянс, национальное собрание, как оно сейчас называет себя. Это националистическая партия. То есть в европейском смысле правая. Или республиканцы, что означает тоже правые. Никаких других противников реальных у Макрона нет. Да и Макрон сам, кстати, он либерал, разумеется, но все-таки он же представляет правый центр, а не левый центр. Итак, придя к власти, социал-демократы Германии вызовут крайнее напряжение, напряженность внутри Европейского Союза. А напряженки там и сейчас вполне хватает, поскольку Евросоюз ничего другого сейчас не делает. И все его решения связаны с противостоянием левых и правых. Где парадоксально левые или левые либералы, что практически одно и то же в современном мире, это в основном страны и партии Запада. Британия уже не в счет. Она вообще не в Евросоюзе. У нее совсем другие заморочки. Итак, левые либеральные круги в Европе на Западе, а право центристские, скажем так, и правые вообще националистические, если хотите, они в Восточной Европе. И вот Европейский Союз сейчас ничего другого не делает, кроме как принимает решение наказать Польшу так, а Венгрию сяк. Потому что в Польше плохая юридическая система. Я сейчас говорю языком европейских структур, Европарламента и Еврокомиссии. А в Венгрии, скажем, плохая, не юридическая, но медиальная сцена, то есть средства массовой информации и прочее, и прочее. Это неисправимо. Тут нужно понять, что это ведь не временные, какие-то бедствия, которые можно разрешить и двигаться дальше. Нет. Это становится модусом Вивенди. То есть это становится способом существования Евросоюза. Вот эти раздоры становятся способом существования. А теперь к этому приплюсуйте. Возможное противостояние между, скажем, Левой и Германией. Если там произойдет этот левый поворот, сейчас все говорит об этом. Поворот, кстати, совершенно неожиданный. Ведь все вы знаете и в Америке, как популярна была Ангела Меркель, которую называли матушкой в Германии. Мутти, матушка. И какой, в принципе, там задел имела консервативное христианско-демократическое движение. Но Германия свой консервативный заряд, к сожалению, исчерпала. Это надо понять. Не случайно партия Меркель сейчас оказывается такой слабой. Она сама себя к этому привела. К этому результату. Когда я видел, ее по-прежнему называют, кстати, эту партию христианских демократов, называют консервативной партией. Мне довелось буквально на днях брать интервью у политолога, женщины немецкой, достаточно известной. Она говорит, что эта партия называется по названию консервативная. Но где же ее консерватизм? Она давно сдвинулась влево. И когда я вижу их конгрессы, на которые эти очень респектабельные люди, прекрасно одетые, и все при галстуках или бабочках, а над ними, над головами, огромный плакат. Димитта. Центр. Они сами себя называют центром. И этот политолог, женщина, Наташа Фугель, мне объяснила, она говорит, что сейчас все в Германии, сейчас просто стыдно считаться правым. Все в центре. В центр набилась масса народа. Все в центре. Левые, вот эти Дилинкин, они тоже пишут о себе и говорят, мы центристы и консерваторы, мы центристы. Так какого ж фига, кто там остался? Значит, пространство направо от центра. Совершенно пустое. Это воздушная пустота, это вакуум. А еще латиняне понимали, что такое горор вакуум. Ужас пустоты. Ужас пустого пространства, безвоздушного пространства, у нас бы сказали. Так вот, направо от центра в Германии пустое, пустопорожнее, безвоздушное пространство. Сами понимаете, природа не терпит пустот, она заполняет пустоты, так или иначе. И она, несомненно, заполнит, и будут от силы более радикальные, которые это пространство заполнят. Невозможно, чтобы все были в центре, или даже называли себя так. Так вот, из-за этого сдвига в центр христианские демократы теряют свое политическое влияние, теряют свой жизненный простор, свое жизненное пространство, где они находились. Они находились где-то от центра направо, а сейчас там пусто. Пусто, пусто, пустое, порожнее место. Они имеют все шансы проиграть выборы, и им придется очень задуматься, что делать с идеологией партии, которая потеряла свое место и значение в политической жизни своей же страны. Ну, Германия особый разговор, тут разговор, нуждающийся, конечно, в более глубоком анализе, потому что там многое связано с тем, что немцы это единственный народ Европы, который не сумел самоопределиться вообще. Имея за спиной массу травматизирующих, травматического опыта своего прошлого, он не сумел найти свое место, свою нишу, если хотите, в европейской политической структуре. А такого не бывает. Даже испанцы и прочие народы, воевавшие на стороне Гитлера, венгры, кто угодно, они все так или иначе нашли свое место, справились со своим собственным прошлым. Немцы нет. И это их травма, которая их преследует, и еще будет какое-то время преследовать, несомненно. Так вот, представьте себе, я приближаюсь к концу этого, куска этой части, представьте себе, в каком состоянии окажется Европа, и в частности Евросоюз. Когда Германия будет тянуть влево, Франция, скорее всего, будет тянуть вправо, скорее всего, наметятся изменения и в Испании, где чем ближе к выборам, тем яснее, что социалисты не удержат власти. А если удержат, то это будет тоже травматизирующая ситуация, скорее всего, чреватая гражданскими беспорядками, выступлениями и так далее. И вот так выглядит Европа. А восточная, она только и ждет этого момента, чтобы предъявить свои права и сказать, а мы не согласны. У нас совсем другое видение. Разумеется, вот этим водоразделом, если хотите, этим пробным камнем окажется отношение к нелегальной миграции. Нелегальная миграция, которую так приветствовала Ангела Мергель, которую, как я совершенно уверен, ей еще не раз помянут. Не раз. Она выходит из игры вроде бы сильной, вчера сильной канцлершей, но завтра же начинается совсем другой счет. и ей это ни разу еще помянут, потому что то, что она сделала с Европой, она заделала, она Европу поставила в ситуацию без выбора, считая, что это единственное правильное. В результате Европа сейчас с этой проблемой сталкивается, не имея решения какого-то, любого решения, не имея. Потому что все, что Меркель, вы помните, хочу вам просто напомнить для освежения памяти, она сама сейчас решает ситуацию с помощью совершенно несусветных, нелогичных построений, конструкций интеллектуальных. Ну, например, то, что мы сделали в 2015 году, когда мы открыли границы, было единственно правильным и моральным. Но это не должно повториться. 2015 год никогда не должен повториться. Вы же понимаете, что если что-то морально и правильно, то оно должно повторяться из раза в раз. Это же установка. Это же нечто, что для нас является эталоном, критерием правильности. Нет, она говорит, это не должно повториться. Просто потому, что ясно, что это повторится не должно, Но потому что сейчас уже никто этого не позволит. Так вот, проблема мигрантов-то сейчас обострилась снова. Ведь афганские дела, они же привлекут в Европу тысячи, десятки и сотни тысяч новых мигрантов. Нелегальных, разумеется, потому что визы им не дают. А вот эта высокая мораль Меркель, чем она обернулась для Европы? Обратите внимание. Ну разве кто-то исповедует сейчас ее лозунг «Открытые границы». Мир должен быть открытым, и границы должны быть открыты. Это замечательно. Когда это написано на зеленом столе, где-то на канцелярском столе, на куске бумаги, который можно смять и бросить в урну для бумаг. А что же происходит реально в Европе? Кто следует этому, не совету даже, а вот этому моральному стандарту? Кто в Европе? Греция, которая строит границы с Турцией, на границе с Турцией, строит колючие заборы из колючей проволоки. Или Италия, которая не принимает сейчас даже на острова. Или Испания, которая на своих африканских владениях строит границы. Или может быть Польша, или может быть Литва, или даже Латвия. Кто сейчас может всерьез исповедовать принцип открытой границы? Нет. И это ясно, что это все станет тем самым гвоздем, который будет забит в политический гроб Ангелы Меркель. То есть, складывается такое впечатление, поправьте меня, если я ошибаюсь, что на самом деле со своими левыми устремлениями она привела партию к... Ну, не то чтобы к уничтожению, но, во всяком случае, к ослаблению партии. Она держалась за счет своей собственной харизмы, своей популярности, столько лет у власти. А политику, которую она реализовывала, это вообще довольно либеральная политика. Таким образом, популярность партии сошла на нет. И она сейчас уходит, и без нее партия остается такая незащищенная совершенно. Несомненно, Сергей, потому что оригинал всегда лучше копии. Ведь христианские демократы под ее руководством превратились в копию либералов и либеральных партий. В копию. А зачем же избирателю избирать какую-то копию? Да он лучше оригинал изберет. Вот социалистов, которые точно так же говорят, как они. Это общая проблема всех леволиберальных партий. Они, пытаясь засунуться куда-то, всунуться в этот центр, разжимая локтями этот центр и говорят, да мы тоже здесь, мы тоже центристы, мы тоже, в общем-то, немножко левые. Они опротивели уже избирателям. Потому что лучший оригинал, по большому счету, но лучше избирать действительно социалистов, чем эти. Это неизбежно. Если вы начинаете играть на поле, на либеральном поле, вы теряете своих избирателей, которые консервативные, а истинные либералы никогда за вас голосовать не будут. Потому что у них есть свои идолы, за которых они голосуют. Стабильные. Которые исповедуют их идеологию. А вы, получается, фальшивите. Теряют своих избирателей и не обретают с левого фланга избирателей для себя. Поэтому крах партии. Скажите, в отношении болячки, вот Австралия там какие-то совершенно драконовские методы ввела. Что во Франции, в Австралии по этому поводу происходит? Во Франции девятую неделю подряд идут очень массовые демонстрации. Проблема оказалась в том, что сейчас, это точно так же, как с нашими либеральными представлениями, что важно сказать правду. Вот если мы сможем говорить правду, все, да всем плевать на нашу правду. Ну говорите, говорите, но в десятый раз повторяете. Что дальше? Так вот, с демонстрациями оказалась та же невезуха. Девятую неделю подряд, девятый уикенд, выходные, по Франции проходит массовая демонстрация. 200, 215, 250 тысяч. Но проблема-то в том, что они повторяются из раза в раз и всякий раз все те же, 215 или 250 тысяч, не более. И власти сказали себе, ну и хрен с ним, ну пусть демонстрируйте. Вам же надоест, рано или поздно. И действительно, кажется, надоедает. А каких-то уступок удалось демонстрантам добиться. Но все эти паспорта ковидные, они то вводятся, то выводятся, что называется. Сейчас большое количество ресторанов Франции освобождены от требования предъявлять ковидные паспорта. Вот в чем было дело. И заставили по закону, чтобы они требовали у своих посетителей предъявления этих паспортов. В Австралии, я ситуацию в Австралии знаю не слишком. В смысле, так же, как все американские наши слушатели. Я понимаю, что там происходят чудовищные вещи. Там есть уже концлагеря для невакцинированных. Но я не совсем понимаю ситуацию там по той причине, что в Австралии ведь правое правительство. Там консервативное правительство, понимаете. И у меня это не ложится. Не ложится как-то в одну колею. Не понимаю я этого. Потому что мне кажется, что правое правительство, настоящее, должно было бы, в любом случае, должно было бы уважать privacy, уважать личное пространство и личное решение гражданина. Потому что он хозяин своего тела. И рассказы о том, что он не хозяин своего тела, потому что он живет в обществе, а там ведь есть и другие. Это чисто коммунистические штучки. Это нам говорили. Если вы думаете иначе, чем остальные, то ведь вы в конечном итоге льете воду на мельницу империалистов и вообще поджигателей войны. А вы хотите войны? Говорили нам. Ну, тогда и признайтесь, что вы хотите жертв, крови, слез матерей, печальный глаз, сирот. Вот что вы хотите. Нет. Мы хотим просто быть хозяевами собственного тела. Это еще не значит, что мы являемся преступниками против чужой свободы и чужого тела. Вот с Австралии не берусь сказать, поскольку совершенно не понимаю, как может консервативное правительство так себя вести. Спасибо огромное, Ефим. Давайте мы сделаем, наверное, небольшой перерыв. Буквально несколько минут, после чего вернемся продолжим. Если у радиослушателей будут вопросы, они всегда могут позвонить нам в студию. Возвращаемся в программу Ефима Фештейна. Это «Похищение Европы». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните. А сейчас, наверное, перейдем к тому, что происходит у нас в стране. Потому что, как вы справедливо заметили, наша политика – это не только политика Америки. Это имеет свое влияние на весь остальной мир. А сегодня проходят, вот то, что сегодня происходит, проходят перевыборы или выборы, я даже не знаю, как это назвать, в Калифорнии. Отзыв губернатора, и будет голосование. Демократы все силы бросили туда, вплоть до того, что здесь председатель полетел якобы там по вопросам глобального потепления. Ну, а заодно выступают и вместе с Ньюсомом толкают речи, агитируют. Конечно же, большинство населения этого штата – это полезные идиоты. Есть каунти, в которых живут нормальные, здравомыслящие люди, которые, собственно, и инициировали отзыв губернатора. Но не думаю, что их большинство, хотя какая-то часть демократов, которые не утратили еще хотя бы частицу здравого смысла, тоже выступают за отставку губернатора. Но основная, я не знаю, плюс ко всему, они ведь использовали вот эту мошенническую схему, рассылая бюллетени всем и каждому, голосование по почте, что позволяет им фальсифицировать в каких-то небывалых масштабах то, что произошло в 2020 году, ту же схему используют сейчас в Калифорнии. Так что, чем закончится, посмотрим. Хотя в последние дни опросы показывали, что Лэри Алдер опережал Ньюсома где-то пунктов на 10, наверное. Ну, не утверждают обратно, не утверждают, что Ньюсома преимущество примерно в 10 пунктов и так далее. Окей. Но сейчас вообще слушать какие-то опросы бессмысленно, потому что опросы делаются по заказу, опросы совершенно ангажированы, что называется, партийная, так что я бы вообще... Абсолютно с вами согласен. Кто заказывает музыку, кто девочка ужинает, тот ее и танцует. Кто заказывает, они заказывают не просто опросы, они заказывают конкретные результаты. Разумеется. Именно так это и есть. Это просто часть колоссальной промывки мозгов, потому что это ведь не просто перевыбор или довыборы. Это сигнал. Победа Ньюсома повторная, она означает для очень многих американцев, что все потеряно и выборный путь никуда не ведет, потому что всегда и всюду можно оформить тем же самым макаром все дело. То есть расширить возможности для голосования тех, кому голосовать не хочется или он не имеет права в этом округе и так далее. Расширить для них возможности бесконечного голосования. Это, кстати, схема, придуманная Бараком Обамой тогда еще, когда он был юристом в городе Чикаго. Он придумал это. Он обошел черные районы города и объяснил им, что все получат какие-то блага, если проголосовать так, как он им указывает на этой бумажке. А он указывал правильно. То есть, хочу сказать, что все американцы становятся не творцами будущего, не творцами событий в своей стране, а оказываются потребителями уже готового будущего, которое им спускают сверху. Вот так это выглядит. Потому что не просто колоссальное количество понаехавших деятелей партии, обратите внимание, Трамп туда не приехал. Да его бы и не пустили, скорее всего, если бы попробовал приехать в Калифорнию. Не приехал. И другие республиканские бывшие губернаторы, даже типа Шварценеггера, никто из них не имел возможности выступить или просто не выступил. Потому что страх уже закрадывается в сердца американцев. Большой страх. Ведь не случайно один за другим вот эти журналюги якобы случайно, якобы как бы в порыве своей неземной страсти уже начинают подбрасывать тот тезис, что настоящие террористы не в Афганистане. Это, в общем-то, милые люди со своими примочками, да, у них там чадра и прочее. Но это все терпимо. А настоящие террористы здесь, буквально на днях председателей или хозяева фактически главных технологических фирм, типа Google, YouTube, Twitter, Facebook, объединившись, выступили именно в этом смысле, что наши враги не в Афганистане и где-то в мире, а здесь. И они перечислили их буквально. Там есть и Такер Карсон, там есть и Бен Шапиро, там целый ряд известных всем вам модераторов или политических комментаторов. Вот они и есть главные сегодняшние террористы. А как с террористами надо обращаться? С ними же дискуссии невозможны. Их надо просто убивать. И делается серьезная работа для того, чтобы подвести американцев к пониманию того, что этих противников надо убивать, просто убивать. Их нельзя подпускать к выборам, не допускать к выборам. Так и сказано было. Этих людей к выборам допускать нельзя. То есть они будут сейчас выискивать каких-то, то не оконов, то каких-то людей, согласных с их требованиями, которые будут замещать консервативные взгляды в Америке, представлять их якобы, но будут в очень умеренном виде. Все это мы в Европе проходили. Вам предстоит пройти в коммунистических государствах, ведь была не коммунистическая партия одна, как в России. Нет, скажем, в той же Чехословакии здесь было 6 партий, 3 в Чехии и 3 в Словакии. И все они были, они были обслуживающие партии, какие-нибудь там католическая партия или социалистическая. Это были обслуживающие партии, которые работают именно в том ключе, в каком работают эти якобы консервативные мыслители, на самом деле подпевалы революционеров. Вот какова ситуация. Кстати, очень показательно выступление Буша на церемонии, посвященной 20-летию катастрофы 11 сентября. Демократы нашли, так сказать, фигуру, не сами выступили, а нашли Буша, представителей республиканской партии, который сравнил, по сути дела, террористов, совершивших террористический акт 11 сентября, с протестующими, которые выступили 6 января в здании Капитолия. Ну, он не их имел в виду, а в принципе, вообще всех, всех, кто поддерживает Трампа. То есть к Бушу... И сейчас он стал любимчиком просто средств массовой информации, которые каждый день называли его идиотом, дебилом, какими только словами ни обзывали. И тут он вот такую параллель провел. Ну, они, собственно, с Обамкой и до этого, так сказать, координировали свои действия. Буш, семейка Буша, это такая семейка глобалистов. И для них интересы Америки, помните, как он охарактеризовал, а национализм Трампа, это натур... Как же он? Нейтивизм? Да, нейтивизм. В общем, вот такие у нас были республиканцы, они, собственно, еще и есть, к сожалению. Массовые психологии, скорее, и тут надо специалиста по массовой психологии, а скорее, скорее, психоаналитика, который объяснил бы здесь понятие Тонатоса, стремление к самоубийству, к смерти и так далее. Это вот что происходит на самом деле в Америке. А если бы я захотел серьезно подшутить, я бы сказал, что это тот случай, когда левые оказались совершенно правы в своих обвинениях Буша. Они называли его идиотом, и, кажется, они попадали в точку. А я его защищал. Ну, это с точки зрения, так сказать, здравого смысла, наверное, так. Но у него, очевидно, свои мотивы, свои корыстные мотивы, свои меркантильные мотивы. Так что я не думаю, что он такой уж идиот. Это выглядит так. Но на самом деле за этим стоят довольно серьезные мотивы материальные. Ладно, бог с ним. А что касается нашего ЗИЦ-председателя, который день от дня выдает все больше и больше каких-то странных вещей, которые в нормальное время, казалось бы, любой человек мог послушать и сказать, так, этому парню нужно срочно в палату номер 6. Нет, его воспринимают нормально. Или это делается специально, потому что такой грандиозный провал в Афганистане. И вот я наблюдал частично за слушаниями, которые проходили вчера в Конгрессе, сегодня в Сенате. И Энтони Блинкин, Блейд, и каждый демократ, который вместо того, чтобы задать нормальный вопрос, чтобы докопаться, да и как же так произошло, что базу в Баграме, оснащенную, вооруженную сдали. Нет, каждый начинает петь ему дифирамбы и говорить о том, какая потрясающая операция, 124 тысячи. Хрен знает кого. Эвакуировали из Афганистана. Он рассказывает о том, что мы проводим проверки тщательно, и мы сначала их там в одну страну, и они там проверку... Какую проверку? Как можно проверить бэкграунд, когда нет правительства, нет правительственных институтов? Как можно проверить бэкграунд человека? Это должно быть понятно любому пятикласснику, за исключением этих дебилов. То есть, они привезли тысячи людей, десятки тысяч людей в Америку, непонятно кто, значительная часть из них не имеет вообще никаких документов. Кого они проверяют, каким образом? В общем, рассчитывают на полезных идиотов. А идиоты это хавают. Ой, действительно, какая операция, 124 тысячи вывезли. А тут скрывается еще одна интересная вещь. Как раз в канун выборов 2020 года председатель, начальник объединенных штабов, Марк Мелли, начальник генерального штаба, назовем его так, оказывается, связывался по телефону с руководством китайской народной армии, обещал им передавать информацию, если вдруг президент Трамп затеет какие-то там операции против Китая. Этот подонок должен быть подвешен кверх ногами, за ноги, вниз головой. За такие вещи. Нет, либеральная мидия пытается... Как держится кому? Несомненно. Он заверил Китай, что не допустит он, он силовой министр, он не допустит никаких безумств со стороны Трампа. Он пресечет. И как он говорил, если нужно, мы его выведем из Белого дома. То есть предательство на самом верху, предательство рассчитанное действительно на дебилов, которым можно еще 2-3 года рассказывать о том, что сделал Трамп неправильно, и что Байден исправил. При этом они сами, его ближайшее окружение Байдена сейчас выключают его, выключают передачи, чтобы в эфир не просочилась очередная глупость. Но, к сожалению, так есть. Что поражает, поражает другое. То, для чего другим тоталитарным режимам понадобились годы, а некоторыми десятилетия, этот путь Америка прошла в считанные месяцы. 7 месяцев. И все. И уже выборы оказываются практически невозможными. Уже противники называются террористами. Заметьте. Ведь в России для этого понадобилось много лет, чтобы воспринимать противников политически как террористов, настоящих террористов. В связи с чем их можно было ликвидировать, убивать. В Америке через 7 месяцев после прихода к власти уже противники политические называются террористами. Их можно уже начинать убивать потихоньку. Может быть, до конца года нам начнут объяснять, почему так полезно избавляться физически от террористов в Америке. Ну, чудовище. И еще. Но меня при этом поражает, повторяю, меня поражает какая-то усыпленность, какая-то замороченность, какая-то неподвижность в действиях американцев самих. Они словно бы зачарованы всеми этими поступками властей, они словно бы потеряли волю к сопротивлению вообще любого. Дорогой Ефим, а скажите, а советские граждане не были зачарованы деятельностью усатого Джозефа? Не были парализованы? Какая-то маленькая группа людей порой там, то там, то там выскочит, но они за это платили жизнью. То же самое происходит здесь. Запугали до смерти. До смерти запугали всех по всем направлениям. Сейчас, оказывается, бидон собирается спасать вакцинированных, уколотых от неуколотых. То есть люди, которые укололись, которые укололись с целью, чтобы не заразиться, мы их должны спасать от тех, которые не укололись по той или иной причине, по медицинским показаниям, по религиям, но неважно по каким. Больше вам... И скажите мне... К сожалению, поражает скорость. Все-таки меня поражает скорость. Все-таки в России это делось годы. Была гражданская война, были и потом всякие тамбовские восстания, были крестьянские картофельные бунты, были... Но здесь-то вообще ничего. Здесь даже какую-то любую демонстрацию мирную невозможно провести, потому что она объявляется террористической. И логическое завершение всему этому мы знаем. Чем это заканчивается? Для того, чтобы спасти уколотых от неуколотых, неуколотых нужно поместить в лагеря. Для того, чтобы спасти демократию, в кавычках, нужно всех террористов либо уничтожить, либо пересажать в лагеря. И к этому все идет. И полезные идиоты, к сожалению, и даже те, которые приехали из Советского Союза. Ну, я уже сейчас не говорю про молодежь, которая училась здесь, получила образование здесь. Это полностью с отбитыми мозгами люди. Не все. К счастью, встречается молодежь и более молодого поколения, которые недавно школу закончили, у которых мозги не отбиты. А есть ведь люди, которые уже довольно взрослые, уже под полтинник лет, и образование хорошее получили, но с отбитыми мозгами. Для них главное, что они сейчас не читают твиты Трампа. Хрен с ним пересажают там половину населения, кто не согласен. Лишат работы, лишат возможности, средств к существованию. Это ерунда. Зато демократия, демократия, господи, порой становится как-то... Действительно живем в перевернутом мире. Несомненно, несомненно, несомненно. Просто Америка кончается такой, какой она была, и предлагают потребителю иную Америку. Это уже Америка других нравов, других моральных стандартов и прочее, и прочее. Это уже волк, это уже пробуженная, проснувшаяся Америка. Когда-то говорили в России сознательные люди, а они назывались сознательными. Остальные были несознательные элементы. Ну, зря об этом говорить, тут дела важны, а не слова. Америка в этом смысле кончается, если не будет. Вот поэтому важна и сегодняшний результат калифорнийский, потому что они выдадут это за общенациональное согласие, за проявление согласия с их курсом. Вот что печально. Это будет так подано. И это будет people have it. Конечно, они же преподносят Калифорнию все, что там происходит, как будущее нашей страны. Вот это как бы образцом служит того, к чему стремятся демократы. И если вдруг Ньюсом останется, а скорее всего он останется, они используют все законные и незаконные средства для того, чтобы остался он у власти. А потом, глядишь, надо же его куда-то дальше двигать. Пелоси уже на ладан дышит выжившая из ума бабка, которой нужна замена. Вот тут подойдет ее племянник на ее место и так далее. В общем, их-то можно... Я вот, кстати, сказать, я их понимаю, тех, кто на вершину забрался, правдами и неправдами. Я их понимаю. Они живут с этого. Но вот те идиоты, которые страдают в результате политики, которые осуществляют те подонки, за которых они голосуют, этих идиотов я понять не могу. Ну, потому что объективные препятствия, понимаете, когда Сергей товаров не будет, а их скоро не будет или будут очень малые, это очень легко объяснимо объективными препятствиями и происками Трампа. Трамп-то еще жив. А, да. Но им очень важно, чтобы он был покажи. Можно было, конечно, убить для начала, но тогда не на кого больше сваливать. Точно. Все, что произошло в Афганистане, это вина Трампа исходя из того, о чем говорит блеющий Блинкин. Это вот, так сказать, вина Трампа, то, что происходит и демократы, это все вина Трампа. То есть, Бидон, который в Белый дом вошел 20 января, принял присягу, и у него было время для того, чтобы разобраться. Он в один день подписал кучу исполнительных указов, отменяет все, что сделал Трамп, разрушая все, что было создано. На это у него хватило времени. А разобраться с тем, как провести операцию в Афганистане, у него времени не хватило. А, впрочем, говорят о том, что это якобы Пентагон предложил сдать базу в Баграме. Но если такой подонок, как Мили, имеет контакты с Китаем, я не удивлюсь, что он сдал просто, в интересах третьей страны, сдал укрепленную военную авиационную базу, оснащенную. Вот кто стоит в руководстве армии. Кстати, стало известно сегодня, что эту базу занимают китайцы. Ее передают китайцам в распоряжении, они там будут хозяйничать. А у них хозяйничать там есть с чем. Оставлено все. То есть, Мили с китайцами, похоже, договорился об этом еще в 2020 году, накануне выборов. И ничего, и все в порядке. Вы думаете, какие-то последствия будут для человека, который предал интересы страны? Он на самом деле нарушил массу законов. Он саботировал решение верховного главнокомандующего. Это уже нарушение закона. Нет, ну он же за демократов. И быдло подделяется. Я иначе не могу назвать. Потому что невозможно в здравом уме оправдать то, что происходит. И тем не менее находятся люди, которые до сих пор одобряют деятельность администрации и зице-президента. Там 40 с чем-то процентов одобряют деятельность. Процедуры тоже дутые, конечно. Но главное, конечно, не в этом. Главное, что создана и создается на глазах система, которую невозможно поворотить вспять, что называется. Ее нельзя отменить. Она самодостаточна. Она так и будет существовать. С помощью средств массовой информации, которые объяснят все. С помощью системы образования, которая будет рассказывать детям, внушать им цитаты. Это самое печальное. Ну, ладно, ребята. Страна, которую так легко сдать, она, по большому счету, может быть, и не заслуживает, к сожалению. Невозможно. Потому что народ, который не готов постоять за себя и за свои. Да, наверное, вы правы. Как бы печально это ни звучало. Ефим, огромное спасибо. И до встречи в следующий раз. Всего доброго. Привет слушателям всем. Всего доброго. Става. Пока.